Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала! Я вас приветствую! Сегодня у нас репортаж о манджурском орехе. Меня попросили рассказать продолжение про этот орех, что с ним случилось за этот год, насколько он стал больше, лучше, интереснее. Единственное, что я хочу сказать, наверное, не единственное, а с чего начну, это с того, что я все-таки выбрала место, наверное, неправильно. Если он в природных условиях растет вообще гигантским до 25 метров, ну пусть в наших условиях он вырастает до 6 метров, это будет довольно очень большое растение. И мне все-таки хочется его пересадить, потому что я думаю, что это очень ветвистое должно быть, затененное растение. про фитонциды, которые выделяют это растение, что нет комаров, пока сказать не могу, может быть, из-за того, что маленькое это растение или что-то. Но вот ствол у него стал толще и разветвился на две макушечки вот такие вот. И я думаю, что если он подрастет у меня, ну, года 4 ему будет, он будет очень ветвистый. Ну, вот как я смотрю на него. Ну, что хочу сказать, что в том году я его прикрывала, конечно, от наших морозов, хотя там говорят, что и он в Минусинске растет, и в Красноярске растет, и, в общем, в северных там регионах и выдерживает за 50 температуры. Ну, так как это маленькое растение, и то, что оно у меня после пересадки очень... Оно болело. Поэтому я его прикрывала на зиму. Прикрывала я его только корневую систему. Систему обкладывала соломой. И вот оно у меня, в общем-то, здоровенькое. Весной оно пошло очень медленно. А чтобы подросло очень сильно, я не могу сказать. Просто оно как-то разветвилось немножечко. Но посмотрим, как оно будет на следующий год развиваться. И, ну, будет следующий, возможно, репортаж, потому что, ну, вот по просьбе трудящихся. И еще хочу сказать вот про свои лилии. Вот здесь они у меня в кадре, мои прекрасные лилии. Они все сортовые. Ну, какие-то сорта, честно сказать, они у меня затерялись. Где-то на просторах моих записей затерялись. Пыталась сегодня найти мои записи, но не нашла. Но, я думаю, не так это страшно. Просто хочу сказать, что это очень радует меня. Эти сорта, они очень душистые. У кого аллергия, очень осторожно с ними нужно быть. Потому что чихают. Кто пытается понюхать, у кого аллергия, это, да, это проблема. В общем-то, около них стоять одно удовольствие. Здесь такой аромат. Погода нас не балует. А вот она дождливая сегодня, даже холодновато. Курточку одела. А вот когда очень тепло, запах, ну, в общем, дурман такой, знаете, цветочный стоит. Прям вообще шикарный. Рада, что у меня лилии цветут, меня радуют. Вот у меня какие-то отцвели. Может быть, они не совсем правильно посажены. Но через 4 года, как, в общем-то, рекомендуют, они разрастутся. И тогда можно будет пересаживать. Ну, я думаю, что я на своем участке сделаю хороший цветник из лилии. Ну, а на этом хочу всем пожелать доброго здоровья. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok